Всем привет! Меня зовут Даша Ходосевич, и сегодня я отвечаю на вопрос, как бюджетно организовать праздник для вашего ребенка. Я предлагаю первое, на что опираться при организации праздника для ребенка, это на вопрос, какого результата вы хотите добиться. И на самом деле здесь есть разные ответы. Кто-то хочет впечатлить друзей и знакомых, кто-то хочет объединить тех родственников, которые редко видятся. Но чаще всего главная цель — это порадовать именинника, порадовать вашего ребенка. Я очень люблю такой инструмент планирования вообще чего угодно, но детских праздников в частности, как интеллект-карта. Это на самом деле очень просто, проще, чем называется и звучит. Вы берете лист бумаги, желательно побольше, лучше А4, карандаши, ручки, чем вам удобно писать, и начинаете выгружать всю ту информацию, которая у вас есть в голове, связанную с этим мероприятием. В чем суть этого метода? Когда на одном листе бумаги у вас максимально подробно расписана вся информация по данному вопросу, у вас начинает вырисовываться какая-то общая картина. Меньше шансов забыть какие-то важные аспекты празднования. О чем мы можем подумать сразу? Гости, количество этих гостей, чем мы будем их кормить, как мы будем их развлекать, какой будет десерт, будет ли кто-то фотографировать или снимать. И на каждом из пунктов вы можете прописывать ту сумму, которую вы планируете на это потратить. И, как вы понимаете, каждый из пунктов может быть как и абсолютно бесплатным, так и стоить каких-то баснословных денег. Залогом успеха, успешного праздника является не бюджет, является то количество времени и внимания, которое вы уделите своему ребенку. Поверьте, для того, чтобы потрясающе отпраздновать день рождения вашего ребенка, совершенно не обязательно тратить какие-то баснословные суммы. Гораздо важнее знать вашего ребенка, что он любит, что ему понравится, что не понравится. Нет какого-то универсального рецепта «делай раз, делай два, делай три» и любой ребенок будет в восторге. Потому что все люди и все дети, они очень разные, с разным темпераментом, с разными увлечениями, с разными желаниями. И вы, как родитель, знаете, как никто другой, как можно сделать праздник совершенно незабываемым. Я хочу привести такой небольшой лайфхак и пример из нашей жизни, когда мы решили не приглашать аниматоров на день рождения ребенка, но предложили каждой семье приготовить заранее какой-то конкурс или игру, в которой могли бы все поучаствовать в качестве подарка и в качестве, скажем так, вклада в день рождения, на который они шли. Все отреагировали с таким большим рвением, с такой большой выдумкой и фантазией, что это был один из самых незабываемых дней рождений вообще во всей нашей истории. Еще один небольшой лайфхак, которым я с удовольствием пользуюсь при организации любых праздников взрослых и детских, это привлечь гостей в процесс подготовки к празднику. Самый простой способ — это объявить дресс-код, и как только люди уже в подготовленных нарядах, дети встречаются на празднике, праздник уже начался, потому что они начинают рассматривать эти костюмы, обсуждать, как, кто, где взял, это очень здорово и весело. Но также могут быть еще какие-то варианты, как гости могут поучаствовать в празднике. Например, каждый может принести какое-то небольшое угощение. Например, вы вообще не заказываете никакой десерт, а просите каждого принести свой любимый десерт. И это вносит какую-то изюминку и необычность в праздник. Тогда он становится действительно персонализированным и действительно совершенно незабываемым. Я желаю вам только самых лучших, самых веселых, самых душевных праздников. Всех обнимаю. Пока-пока.